Как правило, у Тижани Бестати есть преимущество в росте над своими оппонентами, но опять же, при таких данных для 700 килограммов это очень существенно. И прежде всего, Нурик Кацару нужно опасаться ударов коленом в голову навстречу и, конечно, коленом в прыжке с разножкой. Этот удар тоже блистательно выполняет Тижани. Давайте смотреть. Активное начало. Довольно жесткая двойка со стороны Турка. Неплохой правой через руку от Кацара. Да, вот так, кстати, сразу жестко на опережение вполне. Но Нурик Кацар может попробовать пробить оверхенд. И да, здесь главное не проваливаться, потому что соперник выше. Ему, конечно, вытянуть на себя значительно проще. Неплохой силовой джеб на исполнении Бестати. И вот хорошая комбинация. Очень интересно, какой рабочий вес у Тижани Бестати. Сколько ему приходится сбрасывать. Его пошел первый удар коленом. И посмотрите, попадает коленом в туловище и правым боковым. Бестати. Решил подвигаться представитель Турции. Поджимаем Бестати. Поджимаем Бестати. И хорошо, посмотрите на ногах, да? После своей атаки тут же смещение в сторону. Повторная атака пошла. И видим, что ручками здорово насыпает Бестати. Да, и хорошо вытягивает соперника на себя Тижани. Прощупывает почву джебом. Уже они Бестати здоровы. Оу, есть! Попал! Попал мараканец. Пытается взять реванш у него Кацару. А вот тот самый удар коленом, о котором я уже рассказывал вам. Безрадостное начало, откровенно, для Нори Кацара. Подхватил ногу турецкий боец. Меньше минуты боксировать еще в первом раунде. И тут же колено. Сразу колено идет. По корпусу пробивает Тижани Бестати. Попытка. Посмотрите, как проваливается Кацар. И остается после своей атаки на месте. Просто очень легкой мишенью для Тижани Бестати. Очень опасно для него это. Очень. Если он будет продолжать так же делать и после своих атак вот так замирать, это кончится плохо. В глухой защите работает турецкий боец. Даже не работает сейчас, а просто стоически выдерживает побои. Попытался вложиться в удар справа. Рикоцар. Рикоцар. Знаете, что меня еще всегда удивляло? Я недоумевал, по какому поводу здорово встречает слева Бестати. Меня всегда удивляло, как бойцы вот с такой шевелюрой умудряются боксировать и биться по правилам ММА. Вот мне сразу же вспоминается история с Беном Хендерсоном, да, у которого тоже длинные вьющиеся волосы. И когда Беном Хендерсону прилетало, в последнее время это бывало довольно часто, то вот этот самый пучок на голове, он распускался и волосы ему откровенно мешали. Ему приходилось там как-то сбрасывать, чтобы освободить себе обзор. И вот здесь примерно та же самая история с Нурикоцаром. По-моему, это абсолютно неудобно. Но может быть турецкий боец, и равно как и американский, и Беном Хендерсон к этому привык. Да, ну, не знаю, мне кажется, это архи-неудобно. Да, и вот сейчас в итоге причесочку вынуждены поправить Нурикоцару. Первый раунд с треском провалил турецкий боец. Раунд 2. О, так, зацепил немножечко ногой-то в голову соперника Кацар. По Тулу еще нет здесь блок. Ждет оппонента на правый боковой, на правой хайке Кацар. Здорово по печени пробивает Бестати. Хорошо зашел этот удар прям под руки. Отличный лоу-кик. Прекрасная комбинация с продолжением. Размашисто действует Кацар. Его стремление понятно. Ему нужно как можно сильнее попасть для того, чтобы замедлить соперника, сбить с него вот эту атакующую спесь, вот эту уверенность убрать. Прекрасная комбинация. Снова посмотрите в туловище. Дальше перевод на голову слева и жесточайший лоу-кик. Классические комбинации для К1. Как правило, у Тижани Бестати есть преимущество в росте над своими оппонентами, но опять же, при таких данных для 700 килограммов это очень существенно. И прежде всего, Нури Кацару нужно опасаться ударов коленом в голову. Навстречу и, конечно, коленом в прыжке с разножкой. Этот удар тоже блистательно выполняет Тижани. Давайте смотреть. Активное начало. Довольно жесткая двойка со стороны Турка. Неплохой правой через руку от Кацара. Да, вот так, кстати, сразу жестко на опережение вполне. Но Рик Кацар может попробовать пробить оверхенд. И да, здесь главное не проваливаться, потому что соперник выше. Ему, конечно, вытянуть на себя значительно проще. Неплохой силовой джеб на исполнении Дестати. И вот хорошая комбинация. Очень интересно, какой рабочий вес у Тижани Бестати. Сколько ему приходится сбрасывать. И вот пошел первый удар коленом. И посмотрите, попадает. Как правило, у Тижани Бестати есть преимущество в росте над своими оппонентами. Но, опять же, при таких данных для 700 килограммов это очень существенно. И прежде всего, Нури Кацару нужно опасаться ударов коленом в голову. Навстречу и, конечно, коленом в прыжке с разножкой. Этот удар тоже блистательно выполняет Тижани. Давайте смотреть. Активное начало. Довольно жесткая двойка со стороны Турка. Неплохой правой через руку от Кацара. Да, вот так, кстати, сразу жестко на опережение вполне. Но Ри Кацар может попробовать пробить оверхенд. И да, здесь главное не проваливаться, потому что соперник выше. Ему, конечно, вытянуть на себя значительно проще. Неплохой силовой джеб на исполнении Дестати. Дестати, и вот хорошая комбинация. Очень интересно, какой рабочий вес у Тижани Дестати. Сколько ему приходится сбрасывать. И вот пошел первый удар коленом. И посмотрите, попадает коленом в туловище и правым боковым. Дестати. Решил подвигаться представитель Турции. Поджимаем. Представьте, и хорошо, посмотрите на ногах, да? После своей атаки тут же смещение в сторону. Повторная атака пошла. И видим, что ручками здорово насыпает Дестати. Да, и хорошо вытягивает соперника на себя Тижани. Прощупывает почву джебом. Слушай, они без стати здоровы. Оу, есть! Попал! Попал мараканец. Пытается взять реванш у него Кацаро. Оу! А вот тот самый удар коленом, о котором я уже рассказывал вам. Безрадостное начало, откровенно, для Нори Кацара. Подхватил ногу турецкий боец. Меньше минуты боксировать еще в первом раунде. И тут же колено. Сразу колено идет. По корпусу пробивает. Уже они без стати. Попытка. Посмотрите, как проваливается Кацар. И остается после своей атаки на месте. Просто очень легкой мишенью для Тижани. Без стати очень опасно для него это. Очень. Если он будет продолжать так же делать и после своих атак вот так замирать, это кончится плохо. В глухой защите работает турецкий боец. Даже не работает сейчас, а просто стоически выдерживает побои. Попытался вложиться в удар справа. Рикоцар. Знаете, что меня еще всегда удивляло? Я недоумевал, по какому поводу здорово встречается лево, без стати. Меня всегда удивляло, как бойцы вот с такой шевелюрой умудряются боксировать и биться по правилам ММА. Вот мне сразу же вспоминается история с Беном Хендерсоном, да, у которого тоже длинные вьющиеся волосы. И когда Бену Хендерсону прилетало, а в последнее время это бывало довольно часто, как правило, у Тижани без стати есть преимущество в росте над своими оппонентами. Но опять же, при таких данных для 700 килограммов это очень существенно. И прежде всего, ну, Рикоцару нужно опасаться ударов коленом в голову навстречу. И, конечно, коленом в прыжке с разножкой этот удар тоже блистательно выполняет Тижани. Давайте смотреть. Активное начало. Довольно жесткая двойка со стороны Турка. Неплохой правой через руку от Кацара. Да, вот так, кстати, сразу жестко на опережение вполне. Но Рикоцар может попробовать пробить оверхенд. И да, здесь главное не проваливаться, потому что соперник выше. Ему, конечно, вытянуть на себя значительно проще. Неплохой силовой джеб на исполнении без стати. И вот хорошая комбинация. Очень интересно, какой рабочий вес у Тижани без стати. Сколько ему приходится сбрасывать. И вот пошел первый удар коленом. И посмотрите, попадает коленом в туловище и правым боковым. Без стати. Решил подвигаться представитель Турции. Поджимаем. Без стати. И хорошо, посмотрите на ногах, да? После своей атаки тут же смещение в сторону. Повторная атака пошла. И видим, что...